Харлыкун Хурмета Рептистер, вортал коммуникации Лархазмитн Баспосвис конференции Снахошкин Зир. Добрый день, уважаемые коллеги. По доброй традиции, за месяц до начала нового учебного года Министерство образования объявляет о проведении общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу». В текущем году эта социально направленная инициатива Комитета по охране прав детей проводится под девизом «Поможем детям вместе». Главная цель – оказание помощи школьникам из числа малообеспеченных и многодетных семей детей-сирот и детей, оставших без попечения родителей в период подготовки к началу учебного года и допущения неявки детей в школу по социальным причинам. Это важная тема для разговора с нашими гостями. Разрешите представить заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан Абдораким Маншук Саметовна, заместитель начальника управления Организации профилактики правонарушения Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан Бабалиев Харил Сеитович и главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства образования Жеренбай Ерсан Сапарович. Уважаемые гости, добро пожаловать. И Маншук Саметовна, пожалуйста, вам слово. Микрофон включите, пожалуйста. Микрофон включите, пожалуйста. В течение последних семи лет Министерство образования и науки в течение последних семи лет проводит широкомасштабную республиканскую акцию «Дорога в школу». И, соответственно, за семь лет проведения более двух миллионов детей получили материальную помощь на общую сумму свыше 10 миллиардов тенге. Одной из основных задач акции является широкое привлечение, конечно же, местных исполнительных органов, управления образования, спонсоров, меценатов и, соответственно, средств массовой информации к проведению данной акции, чтобы оказать помощь детям с определенной категорией детей нашей республики. Учитывая социальную значимость проведения акции, только в прошлом году была оказана помощь более 300 тысяч детей на общую сумму более 2 миллиардов тенге. Из них более 190 тысяч детей на сумму 1 миллиард 159 тенге была оказана помощь спонсорами. В их числе вошли крупные компании, акционерные общества, сотрудники государственных органов и организаций и просто неравнодушные казахстанцы. Перед началом, в общем-то, своего выступления мне бы хотелось поблагодарить активных участников, которые ежегодно принимают активное участие в нашей акции и оказывают помощь и поддержку детям. Это постоянным нашим партнером является акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями КИГУК». В прошлом году ими была оказана помощь на сумму 746 тысяч тенге. Мне хотелось бы и отметить участие в данной акции таких акционерных обществ, как КазАэросервис, Национальная компания «Казахстан-Тимаржулы», Национальная компания «Астана-Экспо-2017», ПРУД-корпорации, Информационно-аналитический центр Министерства образования, Международная образовательная корпорация и Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Кроме того, мы стараемся принимать участие к этой акции наши высшие учебные заведения. И хотелось бы сегодня же тоже на брифинге отместить участие таких руководителей учебных заведений и коллективы учебных заведений, как Атараусский институт нефти и газа, Университет Туран-Астана, Западно-Казахстанский медицинский университет, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматинский технологический университет, Павлодарский государственный педагогический институт и многие другие. Ну и хотелось бы с особой благодарностью обратиться к вам, к журналистам. Вы оказываете очень большую помощь, организуя нам информационную работу по обеспечению, по тому, чтобы все наше республиканское сообщество приняло в этой акции активное участие и оказало содействие для того, чтобы охватить все категории малообеспеченных и многодетных семей, чтобы их дети могли с праздником в душе начать свой новый учебный год. В ходе акции «Дорога в школу» основной упор в этом году планируется сделать на выявление неохваченных обучением детей, профилактику школьных прогулов, закрепление шефов за малобеспеченными семьями и детьми, которые помогут собрать ребенка в школу. Также планируется в течение августа и сентября месяца текущего года планируется проведение ряд мероприятий. Во-первых, это в каждом населенном пункте, фермах, пригородных дачах, отделениях, хозяйств, полях пройдут рейды по выявлению детей группы риска. Это у нас, знаете, что это беспризорные и безнадзорные дети, дети из неблагополучных семей иммигрантов, дети, систематически уклоняющиеся от учебы, и дети, занимающиеся попрошайничеством, работающих на полях, отгонах и тому подобное. Во-вторых, на основе результатов этих рейдов, которые будут уже начаты в августе месяце, будут составлены адресные и персональные списки детей этой категории. И данные списки будут переданы в органы образования, спонсорам и меценатам. Министерством на сегодня направлены письма более 100 компаниям, акционерным обществам об оказании содействия в проведении данного мероприятия и о показании помощи детям этой категории. Кроме того, в период проведения акции будет организована бесперебойная работа горячих линий, общественных приемных, в организациях образования, в каждом управлении образования, районном отделе образования будет работать такая горячая линия, для того, чтобы оперативно реагировать на обращения граждан. Будут созданы пункты благотворительной помощи в крупных торговых центрах для последующей передачи нуждающимся школьникам. В период акции при Министерстве образования и науки, в том числе в Комитете по охране прав детей, будет действовать горячая линия, куда может обратиться любой человек. Телефон этой горячей линии 742528. На сайте КОПД данный телефон имеется, и поэтому каждый желающий может обратиться за помощью для школьника или оказать посильную помощь тем, кто действительно в этом нуждается. Кроме того, необходимую информацию можно получить на сайте Комитета по охране прав детей БАЛАК 3К КЭЗ. В-третьих, в преддверии нового учебного года еще раз нам хотелось бы в рамках проведения акции обратить внимание общественности на организацию безопасного и комфортабельного подвоза школьников для решения проблемы по обеспечению доступа к образованию детей из сельских населенных пунктов, не имеющих школ. Ну, вы, наверное, все знаете, что мы уже неоднократно говорили, что по данным органов образования сегодня в республике у нас насчитывается 1626 сельских населенных пунктов, где нет школ. И в них проживают более 30 тысяч детей школьного возраста. Подвоз на сегодня, во всяком случае, до 1 июня был организован для 27 595 школьников, в том числе. 24 тысячи из них были обеспечены ежедневным подвозом в школе и обратно домой. И 3 тысячи, более 3 тысячи детей, проживали в пришкольных интернатах, при школах. И остальная часть, в общем-то, детей, они добирались самостоятельно и проживали на квартирах у родственников, и во всяком случае не нуждались в ежедневном подвозе. Соответственно, чтобы дорога в этом новом учебном году для ребенка стала действительно безопасной, но Акиматы, мы, в общем-то, обращаем внимание Акиматов, местных исполнительных органов, директоров школ о том, чтобы они обеспечили школьные автобусы надежными водителями, чтобы смогли за этот период организовать предрейсовые медицинские осмотры школьных водителей, просмотреть содержание автобусов в технически исправном состоянии. И, конечно же, уже на сегодня должны быть готовы схемы маршрута с указанием линейных дорожных сооружений и опасных участков. И по итогам акции, значит, итоги акции будут рассмотрены на комиссиях по делам несовершеннолетних при районных областных Акиматах. И по результатам проведения акции полностью информация будет развешена, значит, будет размещена на сайте Комитета по охране прав детей. И, соответственно, информироваться, конечно, будут средства массовой информации по результатам проведения данной акции. Я в заключении своего выступления хотелось бы призвать вас, уважаемые журналисты, уважаемые представители средств массовой информации, принять участие в освещении данного мероприятия, потому что наша основная задача сегодня – помочь каждому ребенку все-таки с огромным таким воодушевлением начать свой новый учебный год и не задумываясь о том, что ему сегодня не в чем пойти в школу и нет необходимых школьных принадлежностей, с которыми бы он мог пойти в школу. И я надеюсь, что сегодня по окончании брифинга многие акционерные общества, спонсоры пойдут нам навстречу и примут участие в данной акции. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Следующее слово разрешите предоставить. Филосеев Ильич. Пожалуйста. Добрый день. Министерством внутренних дел ежегодно проводится определенная работа по содействию органам образования в проведении общереспубликанской акции «Дорога в школу». В этих целях в территориальный департамент внутренних дел нами было направлено указание об оказании содействия в проведении акции. На сегодняшний день на профилактическом учете состоят более 12 тысяч неблагополучных семей и более 11 тысяч детей, состоящих на профилактическом учете. Министерством и другими государственными органами принимаются меры для поддержки и помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В целях адресного воздействия на состояние правонарушения, а также в целях формирования законопослушного поведения и повышения правовой грамотности на республиканском уровне с участием представителей заинтересованных государственных органов, партии НУРАТАН, неправительственных организаций и общественности проводятся оперативно-профилактические мероприятия, такие как «Подросток», «Семья и школа» и акции «Подросток. Закон. Безопасность. Я и мой полицейский. Дети в ночном городе». В прошлом году проведение указанных мероприятий было задействовано свыше 6 тысяч сотрудников полиции, в том числе более 2 тысяч сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. В рамках акции «Дорога в школу» была оказана адресная социальная помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, а также детям из неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете. В ходе акции также более 2 тысяч детям была оказана помощь в виде сертификатов одежды, канцелярских принадлежностей и иной помощи. К примеру, хотелось бы отметить, что в прошлом году подразделением по делам несовершеннолетних УВД Житсуйского района, ДВД города Алматы, совместно с представителями Акимата Житсуйского района, были выделены денежные средства для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей на экскурсию по городу Алматы, посещение Государственного музея, метрополитена, после чего был организован благотворительный обед в кафе. Помимо этого, отделом ювенальной полиции, также при поддержке аппарата Акима Аузовского района, в оздоровительный лагерь «Юный домостроитель» направлено 100 детей из неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел. Наряду с этим, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации детей и подростков к транспортной среде, местах проживания и учебы, ежегодно в преддверии начала учебного года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В текущем году указанное мероприятие запланировано в период с 25 августа по 5 сентября. На сегодняшний день в рамках подготовительного этапа проводится оценка безопасности дорожной инфраструктуры вблизи мест наибольшего скопления детей. В этот период сотрудниками ДПС совместно с представителями дорожных и коммунальных служб проводится обследование эксплуатационного состояния уличной, дорожной сети и технических средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных дошкольных учреждений и прилегающей к ним территории. Также совместно с представителями органов транспортного контроля обеспечивается контроль за наличием у общеобразовательных учреждений, имеющих автобусы, лицензии на осуществление пассажирских перевозок, проведение проверок, соблюдение требований безопасности. В целом, полагаю, что принимаемые меры со стороны государственных органов дают свои положительные результаты по обеспечению безопасности детей. Надеюсь, что и в этом году совместными усилиями мы сможем добиться определенных результатов и окажемся стороной помощи нуждающимся детям, что, конечно же, в свою очередь скажется на профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Вот в целом у меня все. Спасибо за внимание. Благодарю вас. А теперь перейдем к вопросам. Первый вопрос, пожалуйста, Бенюс. Добрый день. Маликаш Айкенов, информационное агентство Бенюс. Скажите, пожалуйста, планируется ли в Казахстане введение института школьного омбудсмена? И если да, то насколько эффективен он окажется в перспективе? Спасибо. Школьного омбудсмена? Дело в том, что в каждой школе у нас существуют советы общественной организации, которые могут, имеют право выбирать, проводить в рамках воспитательной работы, выбирать своего омбудсмена, который может защищать их интересы, права, во всяком случае, перед руководством школы. Если вы имеете в виду уполномоченного по правам ребенка, то на сегодня, насколько я знаю, прорабатывается данный вопрос. Дело в том, что было поручение главы государства о том, чтобы ввести институт уполномоченного по правам ребенка в республике на общественных началах. И на сегодня на законодательном уровне этот вопрос прорабатывается. Благодарю вас. Будут ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Пожалуйста, представьтесь, какое СМИ вы представляете. Руслан Идрисов, телеканал Хабар. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос за 7 лет существования акции. Вы говорите, она 7 лет у нас существует в стране. С каждым годом становится больше или меньше семей, детей, которые нуждаются в помощи при подготовке, при сборах в школу? Спасибо. Становится ли семей больше или меньше, я не могу сейчас сказать, ответить, но охват детей этой категории увеличивается. Если, предположим, в прошлом году это было где-то в пределах 260 тысяч, ой, позапрошлом году, то в этом году, ой, в 2014 году около 300 тысяч. Уважаемые участники пресс-конференции, к сожалению, время работы, нашей работы подошло к концу. На этом мы завершаем.